Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анна Москаленко. Давайте начнем выпуск. На Петербургском международном экономическом форуме Виктор Томенко обсудил увеличение объемов экспорта с директором компании «Благо» Дмитрием Фосманом. Сейчас в крае работают две производственные площадки – в Барнауле и в Биске. В этом году началась реализация нового инвестпроекта по строительству крупного производственного объекта в Рубцовске – элеватора и завода по переработке с объемом вложений около 14 млрд рублей. Произведенную продукцию планируют отправлять в Китай. Так решаются задачи, поставленные президентом по импортозамещению и наращиванию экспорта агропродукции. И о сотрудничестве Алтайского края с Иркутской областью. Объем нашего общего товарооборота превысил 1 млрд рублей. И он продолжает увеличиваться. Об этом заявил губернатор нашего региона Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме. Главы субъектов подписали совместный план мероприятий на 2024-2026 годы. Сейчас основные статьи поставок из Алтайского края в Иркутскую область. Это продовольственная продукция, сельхозтехника, шины и другие промышленные изделия. Кроме того, у нас есть и общий туристический проект «Зеленый маршрут» Байкал-Алтай. И межмузейная выставка, посвященная нашим землякам Василию Шукшину и Валентину Распутину. Очень хороший наш партнер. Я думаю, что мы можем эти отношения еще углублять и развивать, конечно. Этому мы посвятили сегодня план мероприятий работы по всем вот этим направлениям, где уже наметились взаимные интересы. И думаю, что будем их удовлетворять. Так что, ну, двигаемся дальше. В Новоалтайске построят современный логистический комплекс за 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор новосибирской компании «Надстрой» Андрей Рожко. Согласно этому проекту, новый комплекс должен отвечать потребностям и федеральных ритейлеров, и маркетплейсов, и подойдет для нужд малого и среднего бизнеса. В течение нескольких лет планируется создать больше 4 тысяч рабочих мест. Это станет дополнительным стимулом для развития Новоалтайска. Предоставляем землю, обеспечиваем инфраструктуру и так далее. В общем-то, хороший инвестиционный проект, который обеспечит и увеличение объема инвестиций, и, естественно, как всегда, объем налоговых платежей и дополнительные тысячи рабочих мест. Поэтому перспективный хороший проект. В прошлом году объем инвестиций в Алтайском крае практически 180 миллиардов рублей. Это на 35 миллиардов больше по сравнению с 2022 годом. Работа по привлечению инвесторов в регион ведется правительством края в непрерывном режиме. И о спорте. В Барнауле разыграли титул короля Европы. Одноименный турнир стал одним из самых масштабных в регионе. В нем приняли участие больше 140 человек. Кому досталось почетное звание, расскажет Вадим Слюсарев. Рыцарский турнир на современный лад. Только вместо мечей здесь шары и кегли. Но на кону, как и положено, титул короля Европы. Одноименный турнир стал одним из самых масштабных в истории Алтайского края. В нем приняли участие больше 140 спортсменов из Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска. Это не коммерческие соревнования, а социальные. Их цель – дать наибольшему количеству людей возможность попробовать себя в спортивном боулинге. У нас все играют вместе, и девочки, и мальчики. Но девочек мы наделяем дополнительным гандикапом. Это такой бонус, который уравновешивает шансы мужчин и женщин. Сколько очков? 12 очков. Каждой девушке мы присуждаем. Три дня проходили отборочные игры. В финальную часть соревнований вышли 24 человека. Ожидаемо большую часть составили уже опытные спортсмены. Они тренируются минимум два раза в неделю и уделяют внимание всем аспектам боулинга, особенно инвентарю. Очень большую роль играют шары. Спортивные шары все индивидуально присверливаются под руку игрока. То есть в зависимости от стиля игры может быть хват трехпальцевый, либо двухпальцевый. И огромное количество вариантов шаров для различного уровня масла на дорожке. А вот Дарье Черепановой приходилось каждый раз играть новым прокатным инвентарем. Девушка решила принять участие в турнире ради интереса. По итогу стала лидером квалификационного этапа. Очень часто раньше с родителями проводили время в боулинге. Потом уже нашлись единомышленники, друзья, с которыми я также хожу в боулинг для просто удовольствия. И вот познакомившись с Артемием очень давно начала участвовать в соревнованиях. Потом на очень долгое время пропала. К сожалению, сейчас я думаю вернусь. Третье место в соревнованиях занял Игорь Исаев. Серебро досталось Дарье Коломенской. Титул короля Европы заслужил Константин Гайдар. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. Такими были новости к этому часу. Пока-пока.